Всем привет! Селенья Чодор, нам уже поднадоелка. Загорели, поэтому можно ходить теперь. Вот смотрите, какой был прилив вчера. Вон туда, видите, и вот та водка осталась на берегу. И я забыла спросить, вы представляете, что это субборитет. Сейчас еще раз так покажу. Сейчас до сюда ходит вода. А вчера вечером мы гуляем на морду. Гуляем вечером. Вечером нам было приятно, что часов шести прям вообще все будет. Можно гулять, а к пол-седьмому садится солнышко. Но после того, как садиться, тоже еще можно полчасика погулять. В общем, приятно вечером гулять туда-обратно, точно не сгореть. Сейчас день такой солнечный как раз. Ну, постоянный солнечный день. За редким исключением, может, пару часов только будет какой-то тенек. И просто как жарко, жарко. Но мы уже немножко подзагорели, поэтому мы решили пройтись. Видите? Идти километра полтора, да? Скажу, собачек туда и штуки лежат. Прямо до края идти полтора километра вот оттуда мы пришли. Если где-то вот до лодочек, где-то километр. Ну, даже чуть там подальше, да, километр. Здесь мы уже не ходили, мы пока здесь не были. Чего-то песком подавилась. Я это ныряла, купала сейчас. Все жарковато. Так, ну что? Да, да, ага. Собачки тут лежат, мне тоже жарко. Они тут загорают. Сейчас пофоткаемся. Так, дошли мы до конца. Вот, видите, да? Вообще тут все залито обычно. Бывает прямо вот оттуда. Даже видно, что мокрые все здесь. А это крабики подрезали. Видите? Красиво, красиво, красиво. Просто бесконечно красиво. И если смотреть на наш оттуда, то он вот прямо напротив нас. Да? Сейчас я покажу. Вот там. Вот так вот. Вот так пройти, и вроде как бы не так далеко. А так мы можем обходить. Вот так. Ну, пойдем обходить в одну сторону. Красотища, да? Ракушками. Да, 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 сейчас покажу. Кстати, вам тоже, да. Вот ракушками все. Вот видите, как заросло. Осиное гнездо в воде. Вот так вода доходит. И весь камень полностью в воду. Да, и весь камень очень солнный. Да, и вот если, смотря вот по тем камням, они вон так заполняются. То есть вообще тут мы бы стояли. Ну, было бы по это. Вот все камни, видите, темные. Это все. Здесь камни, все водой заливает. Сейчас такой отлив сильный довольно-таки. Вот там какие-то гостиницы. Видите, они не рабочие, понятно. Никого нет. Ну, в общем-то, все тут так скучненько. Тут такой веселенький домик есть, правда, на горе. Сейчас я подойду и покажу. Вот отсюда уже немножко его видно, но... Сейчас поближе подойдемся. Издалека он так один. Вилла такая. Просматривается. Да, сейчас, сейчас. Встанем вот с какой-нибудь хорошего ракурса. Я вам покажу. Это домик. У нас прям лицо повернуло. Вот туда. Вот этот ветер тут. Хороший ветер. Хоть наконец-то ветерок. Ветер сильный, но теплый. Очень такой прям горячий ветер. Ну, хоть какой есть. Вот видите, вот эта вилла. Вилла-вилла. Такая красивая вилла. Не знаю, тоже пустая, никого нету. Ни вещей, ни полотенец. Никто ничего не вешает. Такой тенесел. Ее и не показываю, да, уже? А вот. И... В общем, так. Хотела показать эту речку. Как Рудольф говорит, вот по ней стекает канализация. Ну, то есть, типа канализация. То есть, что здесь не стесняются. С города все сюда течет. Прямо в море. Но сейчас, видите, вот здесь вот должно все залито быть. Видно сейчас. Она довольно чистая. То ли туристов нет, то ли вода ушла. И вот через нее переходим. То есть, если бы я не знала, я бы никогда не подумала, что тут какая-то, ну, может быть, там канализация или что-то в таком духе, да. То есть, это просто-просто... Ну, просто ручеек. И все. Здесь вот буйок. Обычно он плавает, когда, видите, вода. То есть, он должен плавать. А он здесь лежит. Вот там лодки. Еще раз покажу ту лодку, которая осталась на берегу. Видите, куда уходит вся вода. А еще вон там лодка тоже на берегу. В общем, такая красота. Солнышко не в зените. Я не знаю, сейчас посмотрите, сколько времени, если я уезжу. 12.20. Вот. Красотища, правда? Так. Мы вот здесь, на вот этих качалочках. Ну, кайфуем. Сейчас что-нибудь закажем. Смотрим минимум шкуру. Так, не прошло 15 минут, нам не приносили коктейли. Обычно приносят сразу, тут забыли, пришлось напомнить. Сразу принесли коктейли и принесли мою тарелочку. Даже с перцем у нее посолили, посыпали. В прошлый раз было без перца. Картошечка с сыром. А Руди просто картошечку попросила. Ну, там майонез, кетчуп и картошка. У меня коконат. Смузи. С кокосиком, вроде. У тебя что, с мангой ты взял? Что взял? Ты с чем взял? С мангой с мангой? Манго смузи без сахара. Понятно. Вот, иначе сладкий слишком. Приятного аппетита. У нас обед. Такой легкий перекус. Мы решили съездить в Патонг. Так. Вот. Выехали в обед. 3.15. Стоит 500 бат. От отеля. Стоит 500 бат. Да. Стоит 500 бат. Да. Там все шоу. От отеля, да? От отеля. Погода отлично. В общем, еще мы хотим походить, посмотреть, где у нас можно взять машину в прокат. Да? Да. Да. Взять скутер можно, конечно. Мы хотели. Но ездить здесь только поблизости. А хочется есть машины с кондиционером. Это правильная машина. В прокат поездке найти уже прокат машины. Это было правильнее. Ну, блин, я не хочу на скутере кататься. А Рудольф любит на скутере ездить. Он тут там катал уже все. Мы с Таиланд. Мы с Таиланд ездят. Но мне всегда жарко. И, короче, тяжело. И, в общем... Я бы взяла машину на три дня и покаталась бы на машине с большим удовольствием, с кондиционером, чем... Ну, вот серьезно. Может, это такая капризная, где что-то. Ну, короче, я не знаю. Может, я так посмотрю и скажу, а да, после машины что? Вот, можно и с кутер взяли. Я просто устаю вечером. У меня уже куда-то еще ехать не на этой. И у меня вот эта голова и все. И еще у меня все-таки живот болит. Таблетки обезболивающие вынесла врач. А что толку-то от меня? Это только обезболивание. Короче. Впрочем, посмотрим машину. А сейчас просто пока мы посмотрим там уже... Уже надоело сидеть на пляже. Мы уже просто как эти... Варьми сегодня ходили, ходили, ходили сюда. Хочется куда-то ездить. Смена картин. И поэтому решили в Патонке погулять. Не знаю, а зачем мы едем в Патонке? Что мы там хотим? Смотрим современные Горького центра. Смотрим хорошие флешки. Пройдем по налету. И сошли, посмотри. Сочетание современной жизни с местной тайской. Ну, хорошо. Ну, хотя бы. Движуха надоела сидеть. Мне вчера вечером же сказал, надоело лежать. Не могу больше лежать. Потому что приходим на пляж, лежим где-то, лежим. Пляжка лежит. И мы даже этого не видели, да, хоть посмотреть-то как-то, да? Дорога идет на тылесе с той стороны, а пляж с этой стороны. Через дорогу. Начинается, пляжик. Какой красивый пляж. Он очень длинный, да. Потому что на самом деле правильно. Ага, ой, да, какой. Какой красивый, длинный пляж. Ну, знаете, как получается? Мы с утра встаем, завтракаем и идем на пляж. Получается, если садиться куда-то даже на скутер и ехать, ну, то есть тяжелым животом, объевшимся, хочется просто шлепнуться, полежать, лежать там минут 15-20 на шезлонге, потом просто прогуляться по набережи туда-обратно, искупаться и уже пойти куда-то сесть и поехать, да? То есть до обеда можно и у себя тусить, а дальше, ну, ну, не знаю, это как-то в такую жару, мне, честно, тяжеловато, эта жара дается, потому что то ли у нас перепар... Первая линия, это вот через дорогу. А, ну, да, все это... Интернет, или от дорога, здесь все время тишина. Ну, понятно, нет, тогда у нас наш карта намного лучше, да, не надо в дорогу переходить. И, в общем, к чему я говорю, к тому, что мне тяжеловат климат дается, действительно, хотя я буду говорить, не так влажно, но, блин, у меня даже на телефоне пленка отклеивается. По мне, ощущение все-таки влажно, хотя мы не потеем, да, кстати, вот. Обычно вот в Греции было сухо довольно-таки, все быстро высыхало, полотенца как-то вешаешь, сохнут быстро, но при этом ты потеешь постоянно. Здесь мы не потеем, может, мы сами влажные просто. Или просто пытаемся не ходить в тех местах, не знаю. Вот, ну, покататься, поездить, что-то посмотреть очень хочется. Ну, жару я вот, ну, Рудольфу легче как-то, вообще так, мне кажется, ты и холод, и тепло ты легко переносишь. Мне вот тяжеловат, ой, какой красивый пляж песочный, да, песочек. Угу, красота. Здесь единственный на Ванде пляж будет хрустящий пляж, как снег хрустит. Хрустит, да. Это катода, ой, этот, корон, да. И вот где-то здесь есть аренда машин как раз на вот этом пляже. Можем на обратном пути где-нибудь здесь попросить, ну, доехать до такси до сюда, здесь уже походить, поискать, да. Можем так сделать. Мы с Рудольфом подключили услугу, у нас МТС у обоих. Мы подключили услугу, как называется, в общем, звонки что-то там по миру. То есть мы можем звонить, получается, в Россию стоит... 170 рублей стоит, значит, я звоню ему, он мне 145 минут в день или 140 минут в день. Что я не помню, ну, какое-то такое достаточное количество. То есть если мы где-то теряемся, можно по обычному телефону позвонить. Есть еще варианты интернета, что-то там 90 или 100 рублей в WhatsApp работать будет. Но мы решили, что лучше мы будем звонить, потому что мало, да, и в Россию позвонить надо, да, ну, в Питер. Что пусть лучше у нас звонки будут, обычные звонки. Рудольф по работе, мне по работе звонят, поэтому тоже, да, мне позвонили, а я не могу не взять трубку, но у меня получается дорого. Выбрали такой тариф. Есть еще заблагорище, вы знаете, да, есть такой у нас 450 рублей в день. Он неудобный, потому что у него трафик, там, интернет якобы какой-то там безлиминный и звонки там какое-то большое количество. Но по факту получается интернет, там, трафик просто минимальный, а потом скорость падает, что вы мне страничку закачать не можете. Ну, и из-за того, что у нас в отеле и на пляже, там, везде у нас есть интернет, нам достаточно. То есть остальное, карту мы скачали, да, вот у нас нашу карту. И звонки самые важные, ну, для его работы, для моей работы, да, звонки важнее. То есть обычные звонки с Питера звонят. То есть мы звоним в Питер, с Питера нам, получается, у нас сцены 170 рублей в день. Вот, вот такой мы поставили себе, то есть более-менее максимально, да, мы решили, что же выгоднее. Потому что по WhatsApp мы можем переписаться и там, где у нас есть Wi-Fi, ну, или там в кафе любой зайти, и там написать Wi-Fi. Вот, в общем, а вот звонки, да, ответить надо, позвонить надо. Ну, вот получается, что, короче, по старинке звонками. Ну, и друг друга, если что, найти, если мы где-то находимся, гуляем, потеряли ду. Вот вчера, кстати, там ходил по улице, он раз куда-то ушел, он, оказывается, мне сказал, что он пошел. Как это пошел? В аптеку маски покупать, вот. Я не услышала, я его бегу и смотрю, ищу, я зашла в магазин, в один захожу, где он, где он, думаю, может, где-то меня встать ждет, не найти, звоню, смотрю, в этом он находится. Из аптеки с масками вышла. Мне зелененький купил себе серый, а то мы с ним путаемся вечно, когда у нас валяются дома маски, какие, где, чья маска. Ну, красота, буду, в общем, ехать, смотреться, как красиво. Хочу вам показать маски. Вот там, вот, с левой стороны, все эти лапки, это массаж делают. Прям вообще длинный такой этот. Стоит 400 тайский массаж. У нас в тайский сколько стоил? Людин. У нас 300. У нас 300, и причем в красивом массажном салоне. Они на улице, тут в антисанитаре, без воды, как бы, тут все лежат, и всех массируют одного за другим. Представляете, да? Это жирное тело одного, второго, третьего года. И, короче, тут не хватает, непонятно что. Да, так набережная красивая, много лежаков. Смотрите, вот. Красиво. И, Рудой, говорит, вода очистилась тоже. Вчера же было грязно. Ну, там сейчас подойти, если будет слишком это солдышко. Ну, давай чуть-чуть. Вот, подойдем туда. Покажу вам. Вот, смотрите, довольно чистая вода. В Паттайе было. В мутором все, все серая вода. Да. А сейчас такая, ну, не так, как на Кате, конечно. Но все равно похоже. Ну, да. И, смотрите, лежаки-то практически пустые. Очень мало народу. Раньше тут все забито, скорее всего, было, да? На потомке тут. Такое все прямо лох. Проехали пару баров, где девушки развлекают. Как ты говоришь, иностранцев? Пенсионного возраста или полога? В основном, да. Сокучающих туристов. Сокучающих туристов, да. Ну, вот очень много тайских жен. И у нас в отеле. Кстати, да, тоже красивый отель. Красивый очень, да. Сейчас прям получается. Это, вот видите, недостроенный отель. Строли-строли, и вот бросили, да? В общем, у нас также много тайских жен в отеле. С дедушки, с немолодыми. Среднего возраста, с очень маленькими. Молоденькими девочками, прям совсем молоденькими. Вот. Ну, в общем, все как обычно в Таиланде. Ничего не изменилось именно в плане этого. Не соединяется. В Батонге народу много, на самом деле. Все работает, как видите. Вот видите, все работает абсолютно так. Мы пришли, как называется, Батонг, Бич, Пхукет, Таиланд. Банглород. Знаменитая. Пойдем? Бля, здесь рынки. Бля, не фокусируется телефон от теплоты. Ну что, идем туда? Друзья? Да, да, идем туда. Проход в центр через нее. Ну и пошли отлично гулять, смотрите. В торговые центры не работает один торговый центр, второй торговый центр. Все закрыто. Работает только улица вот та вся. Там, ну, такой шопинг как бы. И ночная жизнь, естественно, очень бурлит. Ну, то есть на Патонге тут все как было есть. Куда же все это денется-то? Да, да. Самый известный на Пхукете торговый центр, Джанг Цейлон. Да, ну, в общем, короче, ничего не работает бы. Зашли в тут заведение одно, и, в общем, тут вот мне чай холодный принесли с цветами, розы. И внутри с личием чай. Рудольфа кофе. Кофе экспрессо, да? Экспрессо. Рафтэк, эспрессо. С чем-то там, да. Кофе с мороженым у него, на зажиг, какая прелесть. Вот. Ну, такое место. Еще мы заказали десерт. Ну, тут кондиционер работает, я прям под кондиционером сижу классно. Сейчас готовят. Так, на самом деле мы потеем, мне жарко. Я просто как хлюка весь мокрый, потому что ходим, и жарко на улице, и всегда жарко. Днем жарко, да. Вечером у меня уже сегодня ходить. Вот, ну, и думаем, куда бы нам поехать, и что бы взять, там, где машины идти, или куда бы нам поехать на экскурсию, на какую экскурсию, в общем, все такое. Красивые картины нарисованные, слоненькие, разные, абсолютно разные. Такая вот. Поснимаю вам немножко, да, вот тут отель есть какой-то, отель Indigo, да. Оно вот какое-то более сваренькое. Так, еще сейчас покажу. Ой, какая прелесть. Это что такое тут? Новотель. В виде храма такой, да, интересный? Да? Так, ладно, давайте дальше пойдем. Мы заходили в туристическую компанию, узнавали насчет, сколько стоят путевки, на обзорную экскурсию, на острова, сколько стоит взять машину. Машины разобраны, мы бюджетные. 1200-1400 бат за сутки, такие экономные. Смотрим. Вот, а их, в общем, все забрали. Вот, нам нужно на три дня. И из-за этого думаем, когда ехать на острова, когда еще. То есть, ну вот, в общем, думаем. Обзорную экскурсию заказывать нужно, если мы не берем машину, да, то можно съездить. Если мы найдем машину, то смысл, если мы можем на этой машине сами съездить на обзорную экскурсию. Обзорная экскурсия стоит 800 бат на полдня. Да, 800? 700, по-моему. 800. Мне показалось бы. Ну, хорошо, Рудольф говорит 700. Ладно. Думаю, может быть, я ошиблась. Экскурсия на острова стоит 1800 бат на человека, она на целый день. Ну, в общем, как-то так. И, кстати, мне кажется, дешевле, чем то, что нам в отеле предлагали. Да, там было вообще-то что-то там, две с лишним, три, что-то такое. Да, ну вот, поэтому записали номер телефона, русскоговорящий гид на острова. Обзорная экскурсия только англоговорящий. Таких лавочек, кстати, много. Мы идем гуляем пешочком в сторону храма, хотим дойти. Ну, вот, посмотрели какие-то достопримечательности. Здесь находится водопад, но он далеко, на уже границе где-то потонга. Ну, в общем, далековато. И основное, это вот здесь недалеко, это храм, который работает целый день. Ардольд посмотрел. Ну, на карте я не знаю, гостанец и прямо. Идем прямо. Ну, вот так. Здесь такое довольно оживленное движение. Движуха есть, сейчас немножко попрохладнее стало. В общем, а, попили мы кофе с чаем на полторы тысячи рублей. С двумя пироженками. Вот. В общем, посидели под кондиционером и пошли гулять дальше. Но сейчас уже ближе к вечеру. Собачка, собачка, пушистая собачка. Ближе к вечеру уже немножко попрохладнее. Цены на все. Вот на баночки массажные, там масло, что-то такое. Здесь где-то дороже. Где-то какие-то вещи здесь дешевле. Вот, поэтому... И... Ну, в общем, как везде. Везде надо торговаться, везде цены с головы берут. Улица и опять какая-то гостиница. Подвернули мы дальше. Не хотите собрать. Так, это... Тут очень много лавочек с... В художествами, я не знаю, как сказать правильно. Вот, видите? Ой, красота какая. Но, чтобы это довести до дома, нужно холст свернуть. Ха-ха-ха. Прикольно. Да, нужно этот холст свернуть, потом привезти к себе. Может быть, еще заплатить, дополнится багажное место. Плюс еще дома получается сделать рамку. Ну, короче, все-таки моройно, поэтому это только для ценителей. Так, мы еще зашли в одну компанию. Цена дешевле. И на автомобиле, и машина есть в наличии. Но это турецкая компания. И... Ну, трудно говорить, что он не очень хочет связывать с турецкой компанией. Потому что, ну, могут... Не очень, так скажем. Там же всегда на залог носишь. И могут даже не возвращать залог. Но еще не хочет он. Связываются не все компании. Здесь работают порядочно, скажем так. Поэтому идем к раму. Мы подошли к раму. Вот, смотрите. Какой он красивый, да? Не знаю, можно туда вообще находить? Да, конечно. Можно. Вот такие. Очень красивые ворота. Машины. Сейчас наденем. Ой, вон там. Сам к раму. Да. Очень и очень красивый. Ой, в лучах вечернего солнца, да? Такое прямо. Золото красное. Там ворота закрыты. Ну, да, да. Ворота закрыты. Значит, с другой стороны его бассейн. Да, весь такой закрытый. Слышите, как птички чирикают? Очень красиво. Там курицы бегают. Такие черные курицы. Все на замке. Давай. Смотрите, какой петух тут красивый. Так, шли мы 1600 метров. Вот. Давай. Давай. Собачки гуляют. Ой, собачки гуляют. Смотрите, как она красивая. Красота какая. Но все закрыто. Все не работает. Дерево очень красивое. Смотрите, такой прям, как городишко такое, да? Ой, и собака на столе. Курочки какие. Сейчас покажу. Смотрите. Собак. Вон собак на столе лежит. Какой красивый собак. Ой, сейчас вечером они... У них служба, наверное. Вон там. Начинает садиться. Белочка, Белочка побежала. Белочка по проводам. Вон Белка. Сколько животных здесь. Давайте дальше пойдем. Посмотрим. Очень красиво. Ой, какие драконы. Фудовь там фотографирует. Сейчас. Смотрите. Вот здесь тоже закрыты, да? А там какая-то терраса, по которой поднимаешься на самый верх. Когда храм работает, конечно, это безумно красиво. Какая дорога. Тоже какой-то подъем. Да-да-да. Ой, сейчас посмотрим. Что за здание? Да. Да, все закрыто, да. Два красивых дракона. Никаких. Так вот. Как у них красиво-то, да? Здесь не туристическое место, но, видимо, работаем иногда. Да. Ну, и до своих может. Вот. Смотрите, чувака. Солнышко уже садится. Котя, Котя. И Котя тут красивый. Коты здесь очень красивые. Здесь все такие добродушные, гладкие. Котя, ты такой красивый, Котя. Котя. Он за мной будет ходить. Красавчик, Котя, красавчик. Котя красивый. Котя красивый. Котя красивый. И вот, Котя. И такой пузечко. Зладенькое. Такое зладенькое пузечко. Ой, ой, ой. Солочко, что ли? Я говорю, Котя, и цвет красивый у кота. Да, да, да. Ты мурмяу. Ты мурмяу. 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 Кайфушечки устроил котик. Ты мурмяу. Мярмяу, Кайфушечки. Какой твёрстенький, сладенький. А он мяукает. Нет, это где-то ещё мяукает котик. Котов. Ну, тут один. А вот там собака на столе лежит. Ты мяу. Мурмяу. Ты мурмяу, сладкий мяу. Это дед перевоплотился. Нет, это не дед. Митя? Нет, тех, кого нет, наверное, не знаю. Мальчик. Сладенький мальчик. Клещики в ушках есть. А так он накормленный. Красивый котик. Мы поймали тук-тук. Мы не захотели на такси, но тук-туки повеселее. Едем обратно. Стоят те же 500 квадрат, что и ехали сюда. Вот. Ну, в общем, там погуляли. Мы на тук-туке будем ехать минут 20, наверное, да, Русин? Наверное, нет. Такое развлечение. Но зато весело. Сюда мы шли минут 40-45, да? Если не будет. Ну, наверное, минут 40, наверное. Полтора километра. Километр 600 мы шли, да? Сейчас у нас еще коробки. Я думала, что побольше как-то попрошли. Да вот как-то, да, странно. Может, по прямой показал навигатор. Мы в кафешке поставили, да, но что-то как-то много ходили. И, ну, конечно, машине быстрее на такси. Но на тук-туке весело, да? На машине на тук-туке одинаково. Потом мы сейчас через сублогинку там уже поедем. Да, да, да. Сейчас она с короткими дорожками придет. А, так прикольно. На пайке чем удобно ты едешь, ты уже можешь изучить сам. Облазить всякие узелки. Здесь мы ходили. Это мы едем с музычкой. Как видите, нам дискотеку включили в тук-туке. То есть я обычно езжу с такой прямо светом музыкой. Видите, и по потолку, и везде такие. Такой с сабвуферами, колонками. В общем, все так динамично, весело. Конечно, очень громко, но прикольно. Мы так с Патонга ехали почти полчаса до Акаты. Смотрите мой инстаграм, кстати. В инстаграме там со звуком и очень много сразу обновлений, со фотографий, мини-роликов, так как немножечко запаздывают видео. Трудно тут расслабляется, танцует. Там мы на светофоре стоим. Видите, даже внизу светом музыка. Это вечерние виды города. И в принципе, мы не быстро ехали, довольно интересно. Это вот Патонг, это самые основные улицы, центры. Вечером мы зашли в ресторанчик. Это кокосовый сок. Рузя взял креветки. У меня, к сожалению, на креветки аллергия. Сварили прямо при нас все это. Но мы взяли кальмары мне. Кольца кальмара. Но как-то они не очень-то получились кольцами, какими-то кусками. И целые кальмары как-то. Вот Руди тут шутит, показывает. Сережки красивые. Большие очень креветки, очень вкусные, как он говорит. Мне очень жаль, у меня аллергия. Вот мне в панировке сделали кальмара. Вот, видите, и такой хрустящий он какой-то такой. Ничего. На кальмар у меня нет аллергии, к счастью. Но все морепродукты, конечно, я не могу спокойно есть. Мне надо все выковыривать, смотреть, чтобы у меня случайно не обсыпало. Потому что я осталась красной, я отекшая. Так вкусненько было. Есть что-то, что в панировке не очень хочется что-то есть. Хочется такое что-то варененькое. Ну, кальмар вареный-то некрасиво выглядит, неинтересно. Может салате только если. Вот, видите, даже его клешни в панировке обварили. Сделали. Вот, ну так, в принципе, у них все очень вкусненькое. Если грамотно питаться, то у них все легкое, вкусно. Ну, или, в принципе, все приправлено соусами. Можно и жирное такое, прямо тяжелую еду есть. Ну, как-то мы потихонечку переходим на такую вкусненькую, легенькую. И, в общем-то, да, такая сухарь в панировке. Ну, в общем, желаю вам отличного вечера, прекрасного настроения. Главное, здоровья. Встретимся завтра. Всех целую. Пока-пока.